МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинный регион, у студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядитесь у него в выпуске. ЗВОНОК В ДВЕРЬ У память тех, кто не сустрел первоможный май, на Бунинском поле прогучал звон смотку. Релторский бизнес с черным оттенем. Двух шахаров Могилёва подозревают у незаконной деянности по купли-продажи кватер. Нежеканный гость у Быховских лясах. Следы червонокнижного трапежника бачили шахары вёса Кагалеевка и Коробке. ЗВОНОК В ДВЕРЬ У память тех, кто не сустрел первоможный май, на Бунинском поле прогучал звон смотку. На мемориале ровно у 4-х годин и ранец раздалась сирена и первое поведомление Советского Урада про войну. 76 год после, это напомин про неделю, якая мирно начиналась 22-го червяня 41-го года и якая стала початком Великой Очинной войны. У дельницы и патриотичной акции Звон смотку была и наш корреспондент Олеся Рыбалка. Первые годы войны раздались 22-го червяня 41-го. Жудостных звездок про початок бяды беларусы не чекали. Напереде были 1418 долгих ден Великой Очинной. Ушановать память загинувших подчас войны перешли сюды на Бунинское поле десятки человек. Многие были уже загадя, коли только почало светать. Колями мемориалу, скветками, представники улады, молодь и, конечно, светки тих военных падей. Первый день войны застал меня в Минске. Не знали войны. В конце узнали. Паники не было, но все торопились куда-то. Звучит музыка. Внимание, говорится Москва. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Гэта фраза трагична гучыць для усіх беларусов, бо кожная хвилина боёв, як подлечили уже гісторики, забирала життя десяти человек. Быліся роды їх і родные войска этих падлетков. Почему ты сьогодні здесь? Ну, ради того, чтобы помнили о таких событиях, очень важных для народа. И таких вещах нельзя забывать. Як вядомо, червонармейцы разом з могилёвскими ополченцами стремлювали фашистов тут 23 дни. Гэта была героичная оборона. Именно віта тут, на Буйненскім полі, у 41-м, перамогу мая 45-го, убачу Константин Сімэнов. Молоджёжь нашого регіона, которая выступила с этой инициативой, для них, наверное, это тоже такой маленький подвиг, в 4 часа утра прийти на это поле и склонить голову перед памятью погибших в годы Великой Отечественной войны. Ещё 5 год тому в Могилёвской области было некальки тысяч удельников войны. Зараз их осталось крыху больше за 500 человек. Заховать их подвиг у сердцах наш соправдный обовязок. И звон смутку доказывает, что Могилёвская молодь ведая и памятая про историю. Олесь Рыбалка, Віталь Вопсю, Нови Энергіона. Головный приоритет инвестициям и в первую чергу замежным. Про то, как створить сприяльный инвестиционный климат на территории Могилёвщины явилась говорка на выясной сессии Могилёвского областного совета депутатов. Наприклад, летость у реальный сектор экономики в области поступила замежных инвестиций на сумму больше за 240 миллионов Белару ЗША. Протставники депутатского корпуса наведали неколькі предприемства Могилёвского района с приватным капиталом, где на практице ознайомились с новыми вытворчастями. Подобные предприемства это реальная махчимость роста экономики и створения новых прационных мест в отношении на сессии. Мы показали только несколько предприятий, причем мы показали предприятия, которые уже прошли определенный путь становления, которые прошли путь развития, и мы показали их с той целью, чтобы могли представители власти и представители депутатского корпуса убедиться, что в Республике Беларусь созданы условия для развития малых предприятий, для становления малых предприятий. По 200 выники працы за 5 годов обмерковать планы на будущую пятигодку в Могилеве прошла конференция с правоздачей Могилевского областного громадского объединения «Белая Русь». На сегодняшний момент это самое буйное громадское объединение краины, только в Могилевской области и ее членами заявляются больше за 20 тысяч человек. За пошли 5 годов в их активе десятки доброчинных справ. Уменичивать численность, значимость в своей организации для того, чтобы в общем-то мы воспринимались как та политическая сила, которая нужна для того, чтобы обеспечить стабильность в обществе, чтобы мы нацеливали наше общество, гражданское общество прежде всего на развитие, чтобы та намеченная государственная программа развития нашей республики, чтобы действительно стала наша республика сильная, процветающая. Двух же Харо Могилева 60 и 38 годов подозревают у незаконной деянности покупки-продажи кватер. За россиян и подследствами их обвинувачивают в умахлярстве. По слову правоохолников, обвинуваченные на протягу 8 год знаходили грамадян, які вели асоциальный ладжитя, неде не працавали, имели запасы к по коммунальных платежах. Уваходили до их удавер и пропонували им погасить дох, а потом и вогули поменять свою кватеру на жилье меньшей площи за межами Могилева частяком у сельской мясовости. А кроме переезда на новое место Жихарства, владальникам кватер обяцали грошовые сродки у суммі 140 тысяч і користаюця нанимателем увидел соискателем который ему пригодиться в дальнейшем работе и видят что вакансия будет освобождаться то есть соискателям говорят о том что мы вас возьмем через месяц через полтора На сегодняшний день у банку городскую службу занятости каля двух тысяч вакансий наиболее запотрабованные сфера обслуговання и будовничея специальности По словах специалистов с початку года у службу звернулись каля пяти тысяч гораджан в рацию знайшли 2957 суискальников Павел Савицкий Денис Бутылин Новины Региона У быховских лесах заявился медведь Следы звера черного книжника бачили жихары-весок галеюка и короткие Подробязанности у наступного сюжета Медведь для белорусских лесов редкий вид живел жихары-весок галеюка и короткие напужены заявлением тропежника Два медвежонка тоже его тоже они сидят на дереве мы тоже фотографировали поэтому как-то надо решить вопрос и чтобы его отогнать А правду фото с дымкой никто не показал приходится верить и кажуть на слово 300 метров за домом по дороге следы Если встанешь и нога это самое становится у медвежа следы постоянно в лес ходим нигде не было а вот в этом году я видела следы Будем обращаться в лесхоз чтобы как-то найти во-первых место ну так скажем жительства берлогу его Здесь грибные места и по ягодам люди очень много здесь людей ходят по лесу поэтому это проблема У областным леса господаршим обеднаний подтвердили факт наявность семядведев кажуть на спячку яны залягают у Кличевским районе У быховских лесах берлогу никто пакуль не бачу Меж тым мясовым жахарам лесники раяць пагрыбы и ягоды не ходить по одному и звер боится любых гукал Татьяна Сергейчик Александр Артемьев Новины региона Я еще больше цикавых новин глядите на нашем сайте tvrmogilio.com Беувагена Гатем я с вами развитываюсь Дякую вам за увагу и до встречи в эфире